Морской бой. На доске 10х10 нужно поставить 4 корабля размером 1х1, 3 корабля размером 1х2, 2 корабля размером 1х3 и 1 корабль размером 1х4, чтобы корабли не имели ни одной общей точки друг с другом, даже вершины нельзя, но имеют право прилегать к границам квадрата. Докажите, что если расставлять их в указанном порядке, то есть начиная с маленьких и больших, то может не получиться. А если расставлять в порядке от больших к маленьким, то обязательно получится. Есть такие размеры 1х4, 1х3, 1х2 и 1х1. Вся доска размером 10х10. Требуется, смотрите, что сделается. Поставить корабли, чтобы никакие 2 не имели бы ни одной общей точки. Пока все понятно? Оказывается, если их ставить, начиная с маленьких, так, маленьких 4 штуки, потом 3, потом 2, потом 2, если начиная с маленьких, может не получиться. А если наоборот, начиная с больших, то обязательно получится. Начинаем с маленьких. Да, конечно. Четыре маленьких, дальше. Встает. Встает. Вертикально. Вообще супер. А может, честно, и завязать? Решите, нарисуйте. Импровизация, когда у вас цитаты нарисованы. У вас 4 одиночных, 3 корабля, да, дальше, 3, дальше, где? Встает на самом, да, 4, не встает. Да, встает, да. Встает. На самой нижней 4 все-таки встало. В одном месте, но встало. Сначала самые маленькие, потом побольше, потом побольше, и надо, чтобы 4 баллов не встало. Решил. Спасибо. Докажите, что если наоборот. Если начиная с больших, то всегда встанете. То есть ставите сначала самый большой корабль, потом 1 на 3, 2 штуки, потом 1 на 2, потом 1 на 1. Докажите, что все встанет. А тут можно легко решить. Как? Просто рассмотрим самый ужасный случай, когда у нас корабль, когда, ну, представь, что вот самый большой, это 4 баллов, он занимает наибольшее всех мест. И дальше начнется длинная философская дискуссия о том, что такое самый плохой случай. В самом начале изучение математики учат к тому, что понятие самый плохой требует жесткого определения. Вы должны объяснить, плохой в каком смысле. Для основной физики учат вот в том самом, да, там, первом, втором, третьем классе, в самом начале объясняют, что самый плохой – это очень сложная понятия, очень скользкая. Это не решается как задача. Вы замучаетесь давать определение, что такое плохой, хороший и так далее. Надо как-то жестко сказать, что вот невозможно было вам ответить. Вот давайте, когда вы ставите первый корабль размером 1 на 4, получится это или нет? Да. То есть первый корабль удастся поставить. Максимум, значит, сколько он занимает, не волнует. Важно, что первый корабль поставить удастся. Теперь, почему, когда вы поставили корабль размером 1 на 4, вы сможете поставить два корабля размера 1 на 4? А вот тут, что он там бракует, как эту область лежит, это уже пошла философия. Мне нужно строгое доказательство, что после того, как поставим корабль 1 на 4, можно поставить корабль размером 1 на 3. В общем, даже не 1, а 2. Конечно, 2. Непонятно. Да, замечательная задача на умение доказывать очевидные вещи. Разумеется, разумеется. А 4-плеточный корабль не может, что называется, забить все, да? А как это объяснить строго? Свойник, конечно, который может заниматься корабль. А вы поставьте на тушку размером 10 на 10 много трехклеточных кораблей, чтобы четырехклеточный корабль не мог бы уничтожить. Понятно? Все. Почему все? Не мог бы уничтожить почти все, ну, то есть, чтобы хотя бы два, чтобы оставалось. Проект простой. Рисуете доску 10 на 10, ставите на ней много трехклеточных кораблей. А потом скидываем линкор. И после этого, что называется, бомбите. Смотрите, сколько, ну, каким образом разумно поставить корабли. Чтобы как можно больше? Ну, нет, надо еще, чтобы четырехклеточный корабль не мог бы слишком много из них уничтожить. Чтобы каждый раз было очевидно, что хотя бы два остаются. Ну, давайте, поставим побольше кораблей. Или трудно поставить много кораблей. Трехклеточных, да? Давайте. Кто может поставить много трехклеточных кораблей? Надо, чтобы было очевидно, что четырехклеточный их все не перебьет. Ну, чтобы оставить, скорее всего, два. Да, просто. Раз. Нельзя. Корабли не имеют права соприкасаться с кораблей. Можно сделать кораблей? Просто ими покрыться. Нет, нет, покрыть неинтересно. Надо расставить, пожалуйста. Расставить корабли, чтобы четырехклеточный не смог бы пробить, чтобы когда-бы два осталось. А то есть у нас неограниченное количество четырехковых кораблей, да? Конечно. Очень интересно. Да, да. Так. Три корабля, да. Четыре. Пять. Шесть. Четыре. Да. Что дальше? Интересно, как вы доказывать будете, что одним кораблем вы почти все не вопьете? А, я сейчас еще много дочерчужек. Одно. Кстати, это в принципе, да, это тоже способ. Знаете, нарисовать их настолько много, что будет просто страшно. Оказывается, доказывают это потом. Один четырех баллов. Максу не будет доказывать. Да, да, да. А нельзя взять просто четыре? Все, я могу. Я могу, я могу, я могу, я могу. Да, понимаете, это известный анекдот. Вот, про то, что, а у меня трех стволка, и все, они будут пугать. Не поставите здесь четырех баллов на каранда. Да, да, да. Есть такой брачный анекдот про алкоголь. Три на пятнадцать. Что от него потребовали поучаствовать в соревнованиях на точность трибура. Замечательно. Приходит он на эти соревнования. Видите, это чуть-чуть какая-то. Дали ему винтовку. Где-то там далеко-далеко мишень. Пугай какой-то. Совершенно не видно. Вот он говорит. Хорошо. Слушай, дайте стакан руки. Выехал. Прицелил. Сняли. Плохо. Дайте штабовый стакан руки. Выехал. О, хорошо. Принимается ружье. Бах. Попал мишень. Победитель. Все. Он спрашивает. Слушай, как такое вообще возможно? Очень легко. После первого у нас с стаканом трехстолка. После второго по-прежнему трехстолка. И все, они выкупают. Понимаете, если я брал алкоголик от корчушек, то точно не увеличится. То здесь она абсолютно права. Она просто нарисовала много. И после этого принцип простой. Что когда вы кладете четырехпалубный корабль, что называется, вертикально с этой стороны, то не пробьешь рейти. Есть более элегантное решение? Я знаю, но не нужно. Когда девушка сделала так, уже ничего не надо. Уже все. Она уже просто закрыла вопрос тем, что просто все нем в руках. Просто все. Вот их много. Хорошо. Но, ребята, смотрите, что мы сейчас доказали. Мы сейчас на самом деле прошли два пунктика этой задачи. Надо теперь доказать такую вещь, что когда у нас есть корабль четырехпалубный и два трехпалубных, то после этого можно поставить три двухпалубных. Господа, на самом деле решается так же. Надо тоже нарисовать много двухпалубных кораблей. Только здесь хуже. Потому что, когда один четырехпалубный, то понятно, куда ставишь его, и более-менее понятно. А когда три, там уже все-таки не нужно соображать. В общем, так, я вам рисую доску 10 на 10. Вы поставьте разумным образом много двухпалубных кораблей, чтобы они дали решение задачи. Чтобы было понятно, что как бы ни стояли у нас четырехпалубный и два трехпалубных, они не покроют слишком много, то есть хотя бы три штуки, двухпалубных, останутся. Впрочем, эта задача была сколько-то там лет назад, в 1994 году, на московской городской олимпиаде в девятом классу. Сейчас уже двухпалубных. И так, чтобы их слишком уж сильно нельзя было пересечь. Трехпалубных, еще трехпалубных и четырехпалубных. Их надо много. А зачем вы думаете хитрый способ? Можно поставить так, чтобы он отродил конкуренту мог побить только один, либо второй. И он не мог никак побить. Я вас не понимаю. Простые домашние средства обычно решают проблему стабелями. Лишь стабелями. Услышали, ребят? Просто расположить их вот так. В чем проблема? Раз, два, нельзя. А, нет, ну так нельзя. Вот так нельзя. А вот так нужно. Раз, два, три, четыре, пять. Согласны? А, их можно, к первой степени, к разу, тогда больше... Надо их поворачивать. Уж не делать, нечего, как их поворачивать. Раз. А зачем так? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. А теперь вопрос. Сколько кораблей максимум может зацепить один четырех балл? Раз, два, три. Ну вот четыре может. Четыре? А может больше? Нет. Очевидно, нет. Ну как, четыре вот здесь вот так вот встает? А, нет. И трех балл у них может четыре. И трех балл у них может четыре. И три остается. Секунду, значит, и четыре, и четыре, и четыре, это... Двина. Двина. А сколько их у меня здесь? Пятнадцать. Пятнадцать. Значит, три останется? Сбор. Ребята, нет. Может быть, можно было что-то хитрее сделать. Может быть, можно было как-то там вот где-то сдвинуть, еще кого-то. А зачем? Понимаете, если бы побольше расположили, то возникло бы подозрение, что какой-то корабль может не четыре, а пять, не надо. Просто симметричная картинка, понятно, объясняет, что никакой четырех балл у них, тем более трех балл у них, не может зацепить сразу пять штук. Очевидно? Вы что? Очевидно? Замечательно. Однопалл у них, да, чистое математики. Да, как? Может, надо лишь посчитать то, что пусть каждый каракль будет принимать максимальное количество мест. Что такое место? Что корабль занимает место, не понимаю. Ну, он и еще его... Да, окружение. Окружение. Да. То есть, по количеству... И максимум, я почитал, уже 84. Что? Это намного меньше, чем 100. Значит, 100. Но эти 16 клеток будут расположены как-нибудь так странно. У нас однополные. И что? Нужна одна клетка. И что? Которая... Не, она нужна. Ну, понимаете, он находится в одной клетке, а смущать... И что? А 9 плюс 9 больше, чем 16. И что? Все. И что? То есть, они же могут перекрываться областями. Да, может, они и могут перекрываться. Но, ребята, еще раз. Я же говорю, эта задача на то, как легко и надежно выигрывать. Ну, то есть, опять дальше? Конечно! Ну, так просто все клетки надо поставить в одноположную. Что и все клетки? Все, все. Ну, каждую, пожалуйста. Все? А что такое каждую вторую? Не понимаю, что каждую вторую. Может, или много. Но они, очевидно, никак не имеют общих точек. Не потому, что у меня это жадко кое-чет. Они не имеют общих точек. И сколько их штук у нас? 5 на 5. 5 на 5. Кто же будет? 25. 25. Отлично. А вот теперь вопрос. Сколько штук может испортить 4 палок? 6 на 6. 8. А не 8. А нет. Да, 6. 6. Пишите. 6. Трехпалубник. Тоже 6. То есть, выгодите 4. Ну, это 4 палубника. Нет. Не надо 4. Надо писать 6 плюс. 2 умножить на 6. Потому что трехпалубник 2 и 2 умножить. А 2 палубник 2 умножить на 6. Да. Дальше что? 2 палубник 4. 4. 4 может, больше не может. Плюс 3 умножить на 6. 4. Это намного глубже. Сколько? 6 плюс 12 плюс 12. Более 30. Задача не решена. Что? Я... Как вы их оставили? Так, каждый из кораблей максимум 2. Задача не решена. Задача не решена. Сколько их штук? 16. 16. Во-вторых... А каждый из кораблей максимум может ходить 2. Да. Аминь. То есть 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2. 12 плюс 4. Отлично. Значит, 4 останутся. Между прочим, авторы задачи пишут, что они не знают, на на самом деле можно там написать 5 или сколько там этих однопалных кораблей, гарантированно войдут. Ну, это, конечно, такая компьютерная задача на перебор расстановок. Но, тем не менее, задачу Олимпиады мы решили. Продолжение следует...